итак продолжаем доделать джеккернаута девушку давайте в этом ролике сделаем ей маску так маску делать будем таким образом значит открываем сферу нажмем make polymesh теперь транспозом все это дело вытягиваем вот таким вот образом и добавляем значит в саптулах append добавляем цилиндр перекручиваем цилиндр выбираем его значит опять же транспозом вот в такую позу ставим уменьшаем чуть-чуть поднимаем так не этот я выбрал пардонте делит окей значит append цилиндр вот он вот этот так что у нас тут фур перспективу убрать перекрутить подтянуть и подставить вот сюда ну что-то этакое получается так ну вот и будет вот эта заготовка так чуть-чуть наверное все таки поменьше да вот чуть-чуть поменьше нужно поставить так чуть-чуть наверное растянуть побольше ну и пойдет так теперь все это дело объединяем значит жмем маркдаун окей и делаем всему этому значит дайна мэш все это дело склеиваем чтобы у нас была именно одна полигруппа сейчас у нас вот две значит нужно сделать ctrl w смотрим еще раз делаем полигруппу то бишь вот дайна мэш вы видите что все вот склеилось вот такая штука получилась ну а теперь эту болванку можно значит давайте сделаем ей zermesh я ее хочу закинуть скульптис альфа шесту и там сделать этот шлем а скульптис альфа шестая не любит очень плотных полигонов ну смысле когда закидываешь после дайна мэш бывают сбои в программе zermesh принимает нормально ну вот получилась вот такая заготовка делаем экспорт и на рабочий стол заготовка enter теперь все это закрываем и заходим скульптис альфа шестую можно конечно и здесь вот с этого примитива лепить болванка все таки не помешает так импортируем сюда рабочий стол заготовка посмотрим как откроется new я перекрутил на пробуем тогда сделать здесь перекрутку не получается сейчас перекручу и заново закинем все это дело так импорт рабочий стол опять же заготовка вытягиваем перекручиваем вот в такую позицию и заново сохраняем экспорт перезаписываем заготовка так опять импортируем заготовку все теперь ставим симметрию и будем с этого дела все лепить так первым делом детализация следом на клей ставим наметим глаза это через альт так интенсивность побольше побольше так здесь теперь накидываем массу побольше так детализация побольше добавить так здесь выглаживаем здесь тоже пока выглаживаем так а вот здесь сделаем значит клей интенсивность побольше кисточку побольше и через альт вот так попробуем все выбрать так теперь через альт выбираем здесь вот таким макаром чтобы потом меньше было вычитаний же браш сразу делаем под голову место и выбираем внутреннюю эту часть так это есть такое дело здесь чуть-чуть шифтом выгладим теперь дорисовываем вот эти вот клыки так и маску чуть-чуть вперед вот получается что такое теперь нужно все это дело флатеном попроходить вот так здесь значит выглаживаем делаем потоньше вот здесь вот делаем как бы под челюсть выглажку так так здесь выглаживаем на эту сторону ну переход вот этот делаем так надо его наверное чуть-чуть здесь вот так поровнее повыше выбираем так выбираем драйв клей кисточку чуть-чуть поменьше и через альт делаем вот такой вот серпантин можно даже поглубже и так вот как бы ромбовидно так здесь чуть-чуть выгладим в принципе получилось так что нам еще нужно сделать нам нужно добавить вот здесь такие как бы скулу что ли так раз здесь делаем переход здесь острие на скулу так заглаживаем и делаем переход именно вот к этому ровну так что здесь фрагом делаем тоже давайте немножко уплотним как бы сделаем квадратным так есть такое дело скул ну и тут наверное выборка какая-то должна быть так ctrl z через через альт чуть-чуть делаем выборку так еще чуть-чуть наверно морду вперед вот вот получилась такая заготовка теперь заходим за брас сохраняем все это дело можно чуть-чуть наверно еще вот эти части вот эти как бы кверху что ли подтянуть вот так ну и немножко давайте поострее делаем чтоб прикольно было о чтоб свет играл так а здесь наверное все-таки побольше вот эту вмятину сделаю так вот эту часть тоже наверно немножко выглажу ну и вот эту часть тоже так оп так все нормально сохраняем экспорт пишем маска сохранение прошло опять идем за брас открываем проект опять же open рабочий стол закер наут открыть 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 маски маски делаем значит скайл примеряем ее на нашего персонажа еще делаем немножко скайл подгоняем поднимаем так так тут на с волосом немножко будет поработать или уплотнить его или что-то натянуть так немножко наверное сделаем вот так с плюсом чтобы прикольно было ну и чтобы он конечно потом здесь нужно так почистить так еще к верху приподнимем так мелкой не прокатывает д придется или больше делать маску ну давайте чуть побольше сделаем потом будем решать где чего да как так смотрим что у меня тут по ориентиру модифика пол джемнира n2l еще раз уплотняем сделаем давайте дайна мэш потому что сейчас я хочу глаза вычесть у него делаем дайна мэш немножко выгладим все добавим теперь append добавим цилиндр переключимся n английская на цилиндр делаем скайл выведем его вперед перекрутим сделаем его поменьше и вытянем вот так вот так теперь что нужно сделать вот давайте порежем вот эту часть геометри делаем дайна мэш control d control d чтобы все лучше вычислить теперь n открываем маску делаем control d ах ты много хватит столько 200 с лишним теперь n запту опускаем маску на самый низ где у нас цилиндр так цилиндр еще ниже ставим его на вычитание с помощью умов уменьшаем подгоняем к нашей маске подставляем уменьшаем подставляем уменьшаем уменьшаем и глубже alt вот эту штуку надо по центру поставить гизму через alt левая кнопка мыши переносится так что еще ну в принципе нормально надо с волосом немножко поработать его поприбрать так и где-то вот сюда повыше наверно ну пока не суть вопроса давайте теперь что сделаем так вот так аж должно быть и закинем сюда текстуру с этими узорами так текстура импорт джекер наут так и вот это все дело надо нарисовать на нашего вот этого персонажа и получается так что у нас тут получается глаза у нас должны быть ниже но не суть вопроса правильно не суть вопроса так shift z делаем поменьше тут просто разные вот эти шлемы так еще поменьше так так и от глаз вот эти вот рисунки так они уходят под шлем это значит я потом сам их нарисую отдельно тут главное чтобы так побольше теперь делаем кисточку и побольше вот эту нарисовать потолще в принципе можно еще как сделать давайте по-другому лучше rgb z включаем так теперь увеличим рисунок z отключаем x симметрию отключаем и рисуем просто на шлеме вот эту вот штуку все так нам понадобится теперь какая важная штукенция это закрасить закрасить вот эти вот так значит убираем c и закрашиваем вот эту вот где у нас находятся глаза вот эти так теперь вот эти тоже можно закрасить так нажимаем c английская включаем так сначала вот это все тоже закрасим и теперь да без разницы каким цветом нам все равно это дело потом раскрашивать рисуем вот так и рисуем под наш вот этот клык control z рисуем x симметрия так и вот так вот все это дело раз раз так почему не рисует опять не по симметрии что ли стоит да и дитва что с ним не так так ну ладно теперь нам надо закрасить все что сзади это c и вот эти все части которые не закрашены нам нужно закрасить и чтобы было удобнее сразу все отключить и вот таким вот образом провернуть все это дело заходим теперь маскинг находим mask be color mask be intensive и смотрим что может у нас получится получается неплохая маска снимаем маску и раскрашиваем более-менее нормально теперь нам надо вот эти вот задние тоже подкрасить это c так тут симметрия уже не поможет потому что у нас рисунок это вот так вот поменьше кисточку ну и внутри тоже давайте раскрасим коричневым тут еще глаза на всю не прошли так так Спасибо. 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 Так, ну вроде уже прикольно. Так, теперь нам что нужно? Давайте цвета раскидаем в этом ролике. А потом уже будем смотреть, что да как. Так, почему у меня флор ниже. Опа. На ноги сделал дубликат, а ног то нет. Так, что тут? Что-то пошел у меня какой-то тут сбой. Ну не беда, мы сейчас сделаем вот таким вот образом. Значит, вот эту вот маску экспорт сохраняем, пускай будет маска 2. Рабочий стол сохранить, она уже будет светом, кстати. И теперь файл open. Да, нет. Джекер наут. И закидываем сюда, значит, делаем дубликат на гам. И импорт. И импорт, значит, рабочий стол. Маска 2. Вот она уже с цветом, но еще без развертки. Так, нужно теперь, что нужно теперь? Нужно цвет дать нашему вот этому персонажу. Текстура импорт. Тело, чтобы было цветное. Так, все по прошлым роликам. Вот эту, кстати, вот гамму можно скачать в интернете. Вводите оттенки, значит, цвета кожи. И все, он вам выкидывает вот этот вот shift Z. Выбираем чуть-чуть посветлее, потому что в the brush, а в блендер потом будет еще светлее все. Просто темнее, светлее. Так, есть такое дело. Еще с телом надо будет поработать чуть-чуть. Форму доработать. Так, теперь что у нас? Н кисти рук. И N кисти стопы. Это где тут? Вот. Теперь надо уже кернаута взять вот этот, значит, узоры. Вот на эти все. Так, а что тут получается? N, значит, вот эта штука геометра мира. Вот. Теперь вот на эту защиту, вот на эту бляху нужно добавить рисунки. Давайте. Это значит N. Выбираем бляху и попробуем маской. Так, поближе поставлю. Угу. Делаем, значит, Dynamesh. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Делор. Так, что-то в таком духе, наверное. Так, а здесь вот центральный вот такой будет. Надо потолще его, наверное, рисовать. И чуть-чуть очистить. Так. Нет. Давайте так, Ctrl D, Ctrl D. Пускай ровный так будет. Рисуя мышкой, что-то плоховато в последнее время. Так. Так. Теперь нужно тут тоже такой треугольник нарисовать. И его немножко почистить. Так. Назначаем Ctrl D. и все это дело уводим вглубь. Угу. 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 на месте control и так вот бляху я не помню цвет надо закинуть сюда какого-нибудь образца джеккернаута и взять с него раскраску так шрифт z понятно значит это у нас будет серый вот так вот теперь n значит пояс так вот с поясом надо было бы они нормально вот эту штуку закрашиваем после здесь полигруппы есть через shift control shift очищаем полигруппу так теперь значит выбираем вот эту c выбираем цвет и закрашиваем вот эту внутренность в этот красный цвет так нормально теперь у нас получаются вот эти доспехи так shift доспехи тоже красный это значит м вот они доспехи ставим x кисточку побольше и красим их красный так нам понадобится теперь какой серый цвет cn вот эти вот закрылки тоже красим в серый теперь c красный цвет н у нас получается так где они тут находятся так вот пояс пояс на это тоже красный теперь штаны по моему черные дам цвет цвет ну пусть будет черный м штанишки штанцы черный цвет теперь значит c бюстгальтер наверно пускай будет тоже красный ну как команда спортивная или перекрасим если что так это есть еще обувь на сделать так вот эти те давайте посмотрим вот эти штуки как сделать делаем n выбираем вот эти закрылки а вот эти еще это значит c вот эти значит тоже в черный так вот они закрылки эти делаем значит дай на мышц дай на мышц он call z так еще побольше на резолюцию поставим есть и закинем сюда вот эти вот рисунки так текстура импорт посмотрим где тут по моему находил что-то вот он не знаю как он ляжет вот ну давайте попробуем так z отключаем поставим поставим под углом теперь z включаем уменьшаем прозрачность делаем перекрутку увеличиваем в размере так еще немножко перекрутим так еще наверно увеличиваем увеличиваем яркость z отключаем кисточку поменьше и рисуем вот здесь такую штуки выбираем черный цвет c и ненужное закрашиваем хорошо так так жалко что это все вытянуть нельзя ну ладно сейчас будем еще что не делать делаем автомаскинг или давайте попробуем дорисовать значит здесь закрашиваем еще такое с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем теперь маскинг и попробуем углубить вот этот... Давайте выдавим вот этот рисунок... Значит... Маскинг... Маск би колор... Маск би интенсив... И делаем... Делаем выдавливание... Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Сделаем... Динамэш у них деланный... Наверное... А ну-ка пробуем... Побольше... Ставим кисть... Так... Это слишком много... Угу... Сейчас... Попробуем... Что-нибудь... Этакое... Геометрии... Динамэш... Побольше... Делаем... Ага... Ctrl-Z... Модель маленькая... Значит... Надо прибавлять... Да что такое... Модель... Модель... Выравниваем... Забираем... Значит... Вот эту часть... Пока... Мист... Чуть-чуть... Я выровняю... Смотрим... Как у нас... Маска тут... Замаскирует ее... Так... Еще... Кривовато... Мважник. Дальней... Ага... Оставляем... Молкоп後... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте волос выберем... Может быть блондинка будет? А ну-ка... Да тоже неплохо... И теперь коричневый цвет нужен нам будет для шерсти. Это значит M. А вот она еще, задняя часть. Вот эта задняя часть у нас... Это Shift Z. Тоже здесь рисунок нужно нарисовать. Так, ну этот, наверное, уже не покатит. А ну-ка... Ну, а почему не покатит? Покатит мы вот зеркалим потом. Теперь делаем вот так. И рисуем. Так, ну тут вот суть вопроса, что... А в том, что вот эта вот часть должна быть красная. Красная. Значит, делаем вот что. Делаем маскинг. Делаем инвертацию. Теперь вот эту часть... Уводим вглубь. Можно выдавить. Ну, давайте вглубь введем. Закрашиваем ее, значит... Так, делаем Ctrl-I. Закрашиваем вот это все в красный цвет. Делаем Ctrl-I. А это делаем, значит... В черный пускай будет, да? Так, Ctrl-I. Ctrl-Z. Ctrl-I. Да что такое? Так, что получается? Так, это пускай кисточку поменьше тогда. И что? Приходит окрасить самому. Так, ну и теперь модифитор по U.G. Mirror and Well. В принципе, нормально. Еще, значит, можно черными вот эти кубы сделать. Так. Так, а это C. Ctrl-C. Так. Ну, а теперь детали вот. Доделаем вот эти складки. Все пролепливаем. Здесь поправляем, чтобы вот все нормально выпирало. Еще вот закрылку вот эту вот чуть-чуть надо покрасить. Ну и обувь. Ну все. В принципе, будет готовый персонаж. Еще вот с шерстью отдельно уже поразбираемся в каком-нибудь ролике. Как вот эту шерсть тут вылепить. Ну пока вот такой вот результат. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.